Работа не из легких Сила такая, расплавленный металл, вот они вот открывают его, переводят с желоба на желоб Работать плывальщиком, работать с расплавами, это действительно красиво У нас коллективная работа, как один организм Меня зовут Евгений Карадисеркепович Я родился в городе Бахши, 4 ноября 1981 года рождения Пришел я в этот цех, получается, в 2001 году, когда я закончил техникум Правда, техникум я отучился на механика И так как профессии, то есть я не профессии, а мест не было на механика Мне его предложили плывальщикам Я вот пришел, согласился, у меня уже была семья на тот момент, я в техникуме женился рано Сын, и я пришел в МПЦ И первый день, когда все это, я пришел, мне выдали спецовку, все одели Привели на первое рабочее место, привели бригадиру, тогда я успел в первую смену Жакупов Ханат такой был бригадир у меня, первый И получается, он меня повел Смотри, говорит, как здесь у нас, у нас тяжело, говорит, сразу я тебе скажу Работать не из легких, нужна сила воли, мужество, желание, упорство, чтобы вот здесь работать Ну и, как обычно, не бояться расплавленного металла, потому что это все равно И вот он меня повел по цеху, я вот смотрел, как это все происходит, как они вот выдают шлагштейн, ну, расплавы наши продукты печей И вот я смотрел, вот просто, я увидел, как они обуздывают, да, можно сказать, вот эту стихию Потому что это же как сила такая, расплавленный металл, вот они вот открывают его, переводят с желоба на желоб Как вот они все это с температурой там рядом же жарком, 1300 расплав бежит, вот они как работают, вот это все Как между собой общаются, у них какой-то сплоченный коллектив Ну и я вот так подумал, подумал, я не пойду в механиком, я буду в металлургом, это, мне кажется, это мое Я тоже хочу вот так, чтобы кто-то, когда попозже придет, увидит, когда я уже буду, научусь, что я вот могу тоже обуздывать эти стихи Ну, как бы вот так я стал металлургом и до сих пор там работаю 20 лет Работа мне нравится, я вот тоже начинал, получается, как молодой, мне потом подсказывали, надо сделать вот так Объясняли мне наставники, чтобы не обжечься, не нарушить ТБ, чтобы с тобой ничего не случилось И вот как спокойно работаешь, чтобы не сильно было тяжело, легче вот так сделать, легче вот так Вот они меня учили, объясняли Ну вот, я сейчас там работаю, и тоже у меня есть, я тоже у кого-то уже наставник за такой старшей работой Получается, тоже приходят молодые, поколение новое, ну обновляется же все это со временем Ну и тоже им объясняю, как вот работать, что, вот они иногда даже подходят, вот говорят, давай вот так сделаем, а может вот так Что-то либо как-то покажи мне, объясни В данный момент я сейчас работаю старшим плавильщиком Моя работа заключается в том, что я веду визуальный процесс печи То есть на печку два основных плавильщика, это оператор, у которого все их данные показатели на компьютере То есть кислород, сколько идет, сколько идет концентрата, допустим, какая температура печи, расплава Все, и я вот как старший плавильщик, получается, я веду визуальный контроль печи Я делаю обход печи, я смотрю, там расплав печи какой, делаю замер, замер на штейн Самый, это вот получается, сплав сульфидов, полуфабрикат меди То, что мы выдаем, уходит в конвертерный участок, откуда медь уже причерновая получается Я помню, вот не шла печка, то есть не шли формы, печка холодала, мы не могли набрать температуру Соответственно, я, оператор, и вот обязательно мастер, согласованно втроем Думали, что нужно делать, мы решили поменять концентрат, что-то добавить, что-то убавить Мы добавили, убавили, там, сернистый концентрат, потому что у нас процесс пирометаллургический В основном серый, кислород дает температуру горения Ну, и вот мы поменяли, ну, ничего, печка пошла Мы, получается, там, уже как-то спокойно начали работать, уже не переживать Выдавать штейн, шла, ну, то есть спокойно уже печку откачали, как мы это говорим у нас, так говорится Ну, у нас, у нас много, у нас вот именно на печей, которых плавильщиков 21-22 человека В зависимости от того, кто-то уходит в отпуск, кто-то приходит, ну, вот так, то есть у нас чередуется У нас такая работа, что у нас один человек, он не сможет, он ничто не сделает У нас коллективная работа, мы как один организм в этой печи работаем То есть, если где-то что-то случается, там, тебе нужен помощник, там, где-то напарник, можно сказать, друг, который плечом поддерживает трудную минуту, да? Рабочий день начинается у нас как прохождение лк-теста Потом вот мы приходим в раскомандировочную, где получаем на ряд заданий, выдает мастер, проводит оперативку у нас, получается Он сдает задание, вот он говорит, вот такой это план у нас на сегодня 24 ковшерштейна выдать надо, вот две печки Он говорит, сколько тонн мы грузим в час ежечасно, какая температура печи, вот это все Он показатели предыдущей смены нам говорит, то есть мы уже отталкиваемся от этого и идем, ну, принимать смену Мы принимаем смену, я вот делаю замер, приблизительно сколько штейна, когда открою, сколько ковшей Все, и это все, мы работаем дальше Да, когда я устроился, да, когда я устроился, тогда была одна ПЖВ, печь Ванюкова, и были две отражательные печи В отражательных печах очень было физически много работы, постоянный физический труд, постоянно вот что-то нужно было делать, где-то что-то помочь сломать, где-то убрать, где-то двинуть, принести что-то А в данный момент уже как, две ПЖВ, тем более ежегодно у нас что-то, какое-то внедрение новое, там, внедрять, там, МНУ, мазутонагревательные установки, это новое поколение, там, НИСИС В Московской институте стали исплавивать их внедрение, потихоньку, потихоньку, ежегодно, ежегодно Условия труда, мне кажется, облегчаются, не как раньше И со временем, со временем, мне кажется, это будет еще проще, еще легче Ну, у меня, получается, отец, мать тоже работают в корпорации Ну, они в данный момент на заслуженном отдыхе на пенсии Получается, старший брат работал в корпорации, он ушел сейчас в данный момент в другой компании В корпорации остался только я Мне кажется, потому что это мое Вот, работать плавильщиком, работать с расплавами, это действительно красиво Ну, я не могу это передать, это надо почувствовать Вот, вот, эту работу с этим, как ты управляешь, получается, металлом, можно сказать, да, так Переводишь с желоба на желоб, направляешь струю, как, из одной точки в другую, как, вот Ну, что-то вроде вот этого, мне кажется, это, ну, это же такая сильная стихия, да, расплавленный металл, огня Да, и вот, ты работаешь с этим, управляешь Мне кажется, я поэтому остался, потому что это мое С супругом мы женаты уже больше 20 лет Сын у меня в данный момент в Омске, заканчиваю 4-й курс в МГТУ по электротехнической профессии Дочка у меня учится в школе, в 8-м классе в данный момент У меня дочка любит на велосипеде кататься, вот они с друзьями, с подружками, вот летом на велосипедах катаются Зимой коньки, у нас каток есть, катки платные, да, они ездят на катках отдыхают Старший сын у меня любит там футбол, заниматься футболом Очень, тренажерный зал посещает постоянно Ежемесячно там покупает, арендует билет, ну, и ходит в тренажерный зал Постоянно, вот он звонит, я сегодня на тренировку, пап, я вот сейчас с универа пришел, сейчас покушаю, пойду на тренировку Целенаправленно тоже, вот он занимается, следит за своим здоровьем, да, сказать так Зимой, в осень, вот когда прохладно, просто прогуляться по городу, по вечернему городу, да Все равно же, как-то осень, золотая осень, красиво, да По парку прогуляться с семьей, вот, дочка там Зимой, 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 в основном, наверное, дома сидим, потому что зима, как бы холодно Я-то еще съезжу на рыбалку на зимнюю, супругу, как бы не нравится зимняя рыбалка Вот она больше, наверное, дома зимой находится Ну и весной, соответственно, тоже уже прогулки, более-менее ночные, вечерние вот эти прогулки И летом больше всего озера, чаще на озеро съездить, отдохнуть, искупаться с детьми Позагорать там, шашлычка покушать Я больше по рыбалке, наверное, да, по рыбаче съездить, где-то отдохнуть Сом у нас хорошая рыба, да, клюет, ночная хищная рыба большая Его мы сама ловили больших, сазаны хорошие были В данный момент сейчас очень много змееголова На него очень интересно рыбачить, то есть он как сопротивляется Вот как ты с ним борешься с этой удочкой, да Ну, в основном рыбалка из-за этого, отдых это, отдыхаешь душой Чтобы быть ответственным работником, да, нужны три черты, мне кажется, да Это вот ответственность за себя, за людей, за качество вот продукции твоей Сила воли нужна, чтобы не сдаваться где-то в какой-то трудный момент, да И мужество, наверное, не бояться, вот огня, получается так Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok